В Орехово-Зуеве на Желтой Горе прошел Кубок Надежд в памяти трехкратного мирового чемпиона по мотокроссу Геннадия Моисеева. На старт вышли около ста участников в возрасте от четырех лет. За духозахватывающими соревнованиями наблюдал наш корреспондент. Рев моторов не смолкал над Желтой Горой весь день. Более десяти лет здесь не проходили такие масштабные соревнования. Однако побороться за чемпионство Кубка Надежд приехали около ста спортсменов. Возраст участников от шести лет. Саша Горшков готовится к старту. Несмотря на свой юный возраст, всего восемь лет, он здесь один из самых титулованных. В рейтинге Центрального федерального округа он третий. Я могу ездить по любой трассе. Ну а самое сложное? Глина. Погода хорошая, только жирковата. Погода две недели держала в тонусе организаторов соревнований. Из-за проливных дождей пришлось откладывать старт на неделю. Слишком опасно было для участников. В эти выходные трасса подсохла, но сильный ветер поднимал пыль, что добавило адреналину участникам. Прыжковые части достаточно сложные. 7 или 8 столов, так называемых, где гонщики совершают прыжки. От, скажем, где-то 10 метров столики до 30. Это все спортсмен находится в состоянии полета. Скажем, средние сложности. Это не на ровные площадки, конечно, мотокросс бывает проводят просто на полях там, да. И не на таких крутых рельефах, где горная местность, где подъемы может быть там по 50 метров и спуске. И выбитые прыжки в спуске. Очень бывают сложные трассы. Это не сложная трасса. Мы ее готовили для соревнований для детей, в общем даже. В соревнованиях приняли участие байки с объемом двигателей от 50 кубов до 450. Прежде чем выйти на старт, в каждом заезде давали проехать пробный круг. Один из фаворитов в классе 50 кубов – Захар Антохин. Мальчик с остальным характером. В прошлом году стал 11-м на чемпионате России. На этом старте всех оставил далеко позади себя. Сколько же ты тренируешься? Четыре раза в неделю. И по сколько времени ты проводишь на трассе? На трассе. Ну, с 11 до 4. Кубок «Надежда» проводится в память о прославленном спортсмене, трехкратном чемпионе мира по мотокроссу Геннадий Моисееве. В конце 70-х ему не было равных. Американцы, которые сейчас уже много лет удерживают пальму первенства в этом виде спорта, учились у него. Поэтому для каждого из спортсменов было честью стать первым и получить награду в таком соревновании.